Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала! Сегодня у нас в работе блок от Nissan Almera Classic, коробка автомат, внутри процессор 29. Что случилось с этим блоком? Стали прошивать отломом Alex Flasher и завалили. Теперь блок и не пишется, и не читается. Сейчас будем пробовать поднимать его PCM Flasher. Если не получится, значит будем доставать Piosyni и будем работать Piosyni. Давайте сначала перейдем к PCM Flasher. Да, использовать мы будем адаптер Dialing и нашу чудо-коробочку для управления питанием. После прошивки еще попросили сделать его без иммобилайзера, то есть IMOF. Как раз мы это сделаем, проверим все на столе и отдадим счастливому клиенту. Откроем наш PCM Flasher. Давайте выберем адаптер Dialing. Nissan Almera Classic, процессор 29 у нас стоит. Вот он, автомат, коробка. Включим зажигание. Вот здесь у нас лежит оригинальный дамп от этого блока. Давайте PCM Flasher попробуем записать. Снимем проверка, корректировка контроля из суммы. Он сейчас заругается, что это все неправильно, но иначе он не запишет. Продолжаем, продолжаем. Завершено с ошибкой. Писать PCM Flasher в этот блок оригинал не хочет. Тогда мы достаем PCM Flasher и будем сейчас работать с PCM Flasher. Чтобы работать с PCM Flasher нам нужно открыть блок, подпаяться на плату. Затем подцепляем блок. И спокойно его открываем. Вот так выглядит внутри блок управления Hitachi. Вот Almera Classic. Чтобы нам подпаяться прибором Piosini, нужно открыть справку и найти в справке наш блок. У нас он с двумя разъемами. Вот, пожалуйста, два разъема у него. Так, ну давайте посмотрим здесь, какая плата. Так, вот такая плата. Смотрим, у нас такая или нет. Так. У нас плата другая. Здесь нету драйвера. У нас он стоит. Так, значит, это Help не относится к нашей плате. Давайте его закроем. Идем дальше. Смотрим этот Help. Здесь запаян. Так, здесь запаян. Но, опять же, не наш. Потому что у нашего здесь стоят конденсаторы. Стоит драйвер. Точнее сказать, это источник питания. Здесь у нас ничего в углу нету. Вот, плата опять же другая. Так, открываем еще один Nissan. Смотрим. Здесь у нас что? Вот такая плата. Опять не то. То есть у нас уголок вот такой, а здесь вот такой. Закрываем. Идем дальше. Вот еще у нас Nissan. Так. Вот такой Nissan. Тоже не наш. Здесь. А вот это вот похоже, что наш вариант. Смотрите. То же самое здесь пропущено. Здесь стоит драйвер. Здесь стоит драйвер. Да, вот это вот как раз имеется в виду наш вариант платы. Вот он. Ну вот сейчас по нему будем подключаться. Нам нужно сразу же нажимать запись. Читать его бесполезно, потому что там файл битый. Так что мы будем подключаться для записи. То есть врать никого. Так, что нам нужно сделать для того, чтобы записать? Нам нужно подключить вот сюда вот. Вот эти вот контакты. То есть получается вот здесь вот. Эти контакты. Сейчас будем все припаивать. И дальше уже пробовать писать файл. Открываем наш китайский доработанный пиосини. Вот, пожалуйста, комплект проводов. Сам блок. Кабель. Вот этим кабелем мы сейчас будем как раз подключать и тачить. Ссылочку на пиосини, где приобрести, я дам под видео. Позвоните Сергею, зайдете на сайт и скажете, что вы с моего канала. Человек дорабатывает их очень давно. Очень давно работают в области автомобильной электроники. Так что с ним можете решить любые вопросы по прошивке, приобретению. Таких приборов, как КЭТА, КЕС, Пиосини. Китайские доработаны. Также Икспрок. Версии 3 пятерки. Тоже рабочая версия. Рабочий вариант. Итак, одну сторону мы припаяли. Вот здесь на одной стороне провода. Припаивать будем на двух, естественно. То есть вот это мы сделали. Вот эти сколько у нас здесь проводов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь проводов мы сюда припаяли. Теперь переворачиваем плату. И видим здесь тоже контрольные точки. Вот они. Эти контрольные точки. Давайте посмотрим, куда надо здесь припаиваться для записи. Так, вот в райд. Значит нам нужно поставить на 1 килоом резистор. И сделать перемычку бридж. Вот стоит. Давайте сейчас это выполним. Так, перемычки и резистор. Точнее сказать, перемычку и резистор согласно указанным местам в хелпе мы поставили. И сейчас остальные недостающие контакты запаяем 2.19 и 1.20. Ну, в общем-то, на этой стороне мы все провода подсоединили. У нас еще остался один контакт на той стороне. Не забываем о нем. Это контакт номер 16. Вот он. Должен идти вот сюда. Сейчас мы его поставим. Так, ну и запаиваем номер 16. Вот у нас, конечно, это 20. 19, 18, 17. Вот это вот 16 контакт. Вот сюда мы его запаяем. Все, все соединения у нас выполнены. И с наружной стороны, и с внутренней стороны платы. Немножечко вот так их отогнуть, чтобы они не замыкали. И давайте теперь будем записывать оригинальный файл. Также, чтобы запись у нас пошла, нам нужно подключить питание. То есть вот из маленького разъема мы берем, прямо с пиосени, вот отсюда. Мы берем питание. Значит, нам нужно подключить только 12 вольт и минус. Вот на эти два, вот где красная указана, это плюс, это минус. Вот теперь блок полностью подключен. То есть отсюда мы взяли питание на сам блок. Подключили питание сюда, 12 вольт. USB порт подключили. И 20 контактный разъем мы подключили вот сюда вот. В пиосени. Теперь давайте откроем пиосени. Вот у нас сам модуль. Если загорелись вот эти все зеленые, значит подключение все правильно, все в порядке. Так, теперь нам нужно выбрать наш процессор, а точнее у нас процессор 7055. Смотрим, что нам показывает. 7052 это не наш. Так, второй 7054 не наш, у нас 7055. Вот наш процессор 7055. Теперь что нам нужно сделать? Сделать надо сначала у нас идентификацию. Пишет, что идентификация невозможна. Сразу давайте писать пишет. Ну давайте. Открываем оригинальный файл. Стирает сейчас он полностью флэш с процессора. То есть вот посмотрел, исправил контрольную сумму. Стер и теперь идет запись в процессор оригинального файла. Все. Файл у нас записан. Давайте отпаивать теперь наши провода. И обычным способом, с помощью PCM Flash, будем заливать файл IMO OFF и запускать блок на столе. Piosyni нам очень помог восстановить блок. Теперь давайте отпаяем все то, что мы сюда приделали, перемычку. Так. Переворачиваем наш блок. И отпаиваем все остальное. То, что мы сюда припаяли. Все вот эти вот моменты. Так, блок у нас остался без проводов. Все. Вот мы провода эти складываем назад. В нашу коробочку с Piosyni. В описании под видео я дам контакты, где приобрести можно это Piosyni. Рабочий именно вариант. Скажите, что с моего канала Сергей вам поможет и приобрести, и обслуживать, и установить поможет. То есть, в полной мере поддержка этого агрегата. Давайте теперь на столе мы подключим наш блок. Пока я его не собираю. Нам нужно убедиться, что он работоспособный. А потом уже закроем. Так, один штекер сюда. Большой штекер сюда. И у нас здесь бензонасос. Сделано вот таким вот образом. Потому что он находится в другом штекере у нас. Так, теперь нам нужно подключить оконечный модуль. То есть, здесь форсунки, катушки. Это мы будем смотреть, когда сделаем имаоф. Проверим работоспособность. Значит, берем стенд наш. Вот стенд. Также подключаем все к стенду штекера. Вот, соответственно, подаем на стенд питание. Подключаем в разъем. Вот оно питание. Вот таким вот образом. Все это происходит. Так, включаем питание. И проверяем. Главное реле включилось. Реле бензонасоса молчит. Ну, потому что файл залит оригинально. Имаоф не сделано. Давайте делать имаоф. Давайте откроем PCM Flasher. Вот он у нас. Выбираем процессор 5529. Нам нужно сюда сейчас залить файл имаоф. Поскольку родной файл там есть. Давайте идентификацию сначала сделаем. Вот, пожалуйста, идентификация прошла успешно. Номер процессора показан. Не так, как при той идентификации, когда Alex Flasher отлом стер даже идентификационные данные. Так, и нам нужно залить файл имаоф. Файл имаоф мы возьмем из папки, которую я сделал сам. Она есть. Эта папка продается. В предыдущих видео я писал про нее, что это такое за папка. Значит, наш софт 143.775. И вот здесь мы выбираем, какой нам нужен файл. Им нужен файл просто имаоф, без тюнинга, без всего. Вот мы берем имаоф. Сейчас скопируем его на рабочий стол. И этот файл можно сразу заливать уже в блок. Открываем. Этот файл без контрольной суммы. То есть мы галочку эту оставляем. Проверка, корректировка контрольной суммы. Нажимаем запись. Контрольные суммы исправлены. Пишем продолжить. Вспомните, что в начале, когда мы хотели записать прошивку, любую, хоть оригинальную, хоть какую, блок нам не давал вообще ничего делать. Теперь блок, пожалуйста, выходит на связь. Мы записываем файл имаоф. И пошла запись модифицированного файла. Вот главное реле перезагрузилось. Запись завершена успешно. Выключите зажигание. Выключаем. Нажимаем ОК. И теперь давайте пойдем проверим на стенде наш блок. Он должен сейчас запуститься. То есть должны работать главные реле, реле бензонасоса, катушки и форсунки без машины. Вот наш блок, подключен на столе. Это формирователь импульсов, датчика коленвала и распредвала. И это оконечный каскад, коробка. Значит, зеленые форсунки, красные катушки. Это главное реле реле бензонасоса. Давайте попробуем включить это все. Включаем. Реле бензонасоса уже отработало. Теперь выбираем Nissan. И включаем обороты. Здесь стоит у нас энкодер. Вот, пожалуйста. Все работают. Форсунки, катушки, без иммобилайзера. Блок мы оживили. Давайте теперь наш блок закроем. Использовать сегодня мы будем герметик Виктор Рейнс. Ссылку на герметик я дам в описании под видео. Давайте нанесем. Сначала наносим вот на эту часть. Вот таким вот образом. Так, теперь мы ставим плату. Плата вставляется вот так. Здесь смотрим отверстие. Вот здесь вот у нас направляющие. То есть вот таким вот образом. Раз. И прижали плату. Здесь мы промазали все. И теперь давайте промажем места, где крышка соединяется непосредственно с блоком. Также берем, стараемся не отрывая вести. Вот таким вот образом. Также переворачиваем. И спокойно по периметру наносим наш герметик. Ну вот герметик мы нанесли. Теперь давайте наденем нашу крышку сюда. Вот таким вот образом. Чуть придавим. Набросим наши болтики. Один болт мы заменили, потому что там шлиц сорванный был. Так, это у нас хороший шлиц. И эти тоже. Вот наш блок Hitachi. Это коробка автомат Nissan Almera Classic. Внутри процессор 705529N. Что мы сегодня сделали? Нам принесли блок, который был завален успешно с помощью отлома Alex Flasher. Мы восстановили этот блок с помощью PiaCini доработанной. Ссылка на PiaCini, естественно, под видео. Залили туда дамп IMA OFF PCM Flasher. И запустили на столе с помощью стенда. Работа выполнена успешно. Всем всего самого наилучшего. Отличных результатов в работе, много клиентов и самое главное крепкого-крепкого здоровья. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok